Приветствую, друзья! С вами Елена Викторовна, обучающая канал OK English, где мы с вами подробно разбираем всю английскую грамматику для начинающих. Мы с вами уже находимся примерно на экваторе книги Essential Grammar and Use. Это подробный, полный, один из самых полных и хороших сборников по английской грамматике для начинающих. Здесь есть всё, о чём вы только могли подумать. Все темы, которые вам нужны, здесь освещаются. В общем, освещаться достаточно подробно в этой книге также есть и практические задания. Если вы пользуетесь бумажным вариантом этой великолепной книги, то там для каждой страницы правил есть страница с закреплением материала, с упражнениями. В Unity номер 62 мы с вами продолжаем говорить об английских местоимениях. И сегодня мы с вами сведём в одну таблицу все четыре варианта английских местоимений I, Я, Ми, Мне, Май, Мой, Майн, Мой. Две категории личных местоимений, два варианта притяжательных местоимений. Смотрим урок. Я сейчас не буду подробно объяснять, для чего нужна каждая категория местоимений. О местоимении I, You, He, She, It, We, They мы с вами говорили в Unity номер 59. Зайдите, посмотрите. О второй категории местоимений, это та категория личных местоимений, которые соответствуют всем падежам, кроме именительного, мы с вами тоже говорили в Unity номер 59. Зайдите, посмотрите. О притяжательных местоимениях I, Your, His, Her мы с вами говорили в Unity номер 61. Об отдельной категории притяжательных местоимений, которые используются без указания предмета, который принадлежит мне, тебе, вам и так далее, мы с вами говорили в Unity номер 61. Сейчас у нас, друзья мои, итог. Мы просто сравниваем, что, как работает. Сравниваем на примерах. Итак, если говорить обо мне, I, Я. Это категория местоимений находится на месте подлежащего. Это то, что соответствует именительному падежу в русском языке. Если местоимение стоит, если местоимение мне стоит в любом другом падеже в русском языке, то есть, но не является автором действия. Если я не автор действия, мы используем вот эту форму. Me. Том знает меня. Me. Действие направлено на личное местоимение в косвенном падеже. Если я говорю, что что-то моё, оно принадлежит мне, и я указываю предмет, который мне принадлежит, я использую слово my. My car. Если я просто говорю, что что-то моё, но предмета не указываю, либо понятно по контексту, да, я не хочу дважды повторяться, либо просто говорю это моё, да, без указания вообще какого-то конкретного предмета, я использую вот это слово. Mine. Итак, четыре варианта. I, me, my, mine. Надеюсь, понятно, когда какое слово я использую. Теперь поговорим о нас. Если мы авторы действия, we, мы будем использовать данное слово, и оно стоит на месте подлежащего, соответствует именительному падежу в русском. We know Tom. Теперь, если действия направлены на нас, мы используем слово us. Tom knows us. Том знает нас, видите, знает кого. Нас, us. Косвенный падеж, то есть неименительны все остальные, и мы используем слово us. Если что-то принадлежит нам, и мы указываем предмет, мы используем слово our. It's our car. Если просто что-то наше, без указания предмета, используем слово ours. It's ours. Это наше. We, us, our, ours. Идём дальше. Теперь поговорим about you. О тебе. У нас you совпадает. Как в именительном падеже, так и в других падежах, везде в английском языке используется только одна форма. Форма you. Я скажу. You know Tom. Ты знаешь Тома. Tom knows you. Том знает тебя. И ты, и тебя в английском языке это одно слово. Слово you. Видите? Я делаю, и ты делаешь действие you. Do. Действие направлено на тебя. He knows you. Он знает тебя. Одна форма. You. Если что-то принадлежит тебе, я скажу об этом так. It's your car. Это твоя машина. Если просто что-то твое, it's yours. Вот такая форма. You. You. You're. Yours. Если мы говорим о нём, о каком-то мужчине или особе мужского пола, я использую слово he, если он автор действия. He knows Tom. Он знает Тома. Если Том знает его, то есть действие направлено на него, мы используем форму him. Tom knows him. Tom knows him. Его. Его. Это все другие падежи, кроме именительного. It's his car. Это его машина. Я говорю his и указываю предмет, который ему принадлежит. His car. Если что-то принадлежит ему без указания предмета, я использую ту же самую форму his. Здесь она совпадает. It's his. Это его. Это принадлежит ему. То есть, после his можем указывать предмет, который ему принадлежит. Можем этого и не делать. Если поговорить о ней, если она делает действие, she knows Tom. Она знает Тома. She – это она. Причём она автор действия. После she идёт само действие. Если действие направлено на неё, и её, ей стоит уже в дополнении, то есть, во второй половине предложения, используем форму her. Tom knows her. Том знает её. Действие направлено на неё. Her. Если что-то принадлежит ей, форма совпадает. Мы говорим it's her car. Это её машина. Her car. Её машина. То есть, her может быть и личным местоимением, и притяжательным. Личное. Это то, что соответствует падежам. Притяжательное – то, что говорит, что что-то кому-то принадлежит. Если просто что-то её, без указания предмета, используем форму hers. И последнее. Они – they. Если они выполняют действие, они знают Тома, мы используем эту форму. They. They know Tom. Если действие направлено на них, мы используем форму them. Tom knows them. Том знает их. Knows them. Дополнение, видите. Если что-то принадлежит им, мы скажем their. It's their car. Это их машина. Their car. Если что-то принадлежит им, но мы не знаем, что это, мы это не указываем, мы используем форму theirs. It's theirs. Это их. Как видим, друзья, что у нас интересного по поводу форм? Иногда формы совпадают, как, например, his – his. Для притяжательного местоимения his – одна форма. Her может быть как личным местоимением, так и притяжательным. Надо ориентироваться на смысл. You является одной единственной формой для всех вариантов. Ты, тебя, тобой, тебе. В английском языке одно слово – you. Также, друзья мои, здесь мы не говорили в этой таблице о местоимении it. И мы с вами помним, что it относится только к неодушевлённым предметам и к животным в английском языке. То есть, если я скажу «она книга» в английском языке, это не будет she, это будет it. Для it у нас тоже есть варианты. It – это начальная форма, то есть форма именительного падежа. В косвенном падеже мы используем ту же форму – it. Она одна на все падежи, одна форма личного местоимения. Если что-то принадлежит ему, но это предмет или животное, повторюсь, то мы используем вот здесь форму – it's. Также, если вы говорите о предметах, которых много, мы используем тот же вариант, что и they – для людей. Пожалуй, всё, что нужно знать о местоимениях, но ещё раз повторюсь, мы с вами уже о них говорили. Это уже, скажем так, мы подводим итоги. Ну и ещё что общего надо запомнить. Вот для вот этой вот формы обычно мы просто приписываем окончание – s к данной форме. Their – theirs, видите? Her – hers. К his приписывать нечего. His – his. Слово уже заканчивается на – s. Здесь у нас your – yours, our – ours. И единственная форма, которая серьёзно меняется, это слово – my, которое меняется на – mine. Ну и теперь, чтобы вам не было скучно смотреть на таблицы, друзья мои, я вам привожу ещё несколько примеров. Do you know that man? Yes, I know him. But I can't remember his name. Ты знаешь этого человека? Do you know? You know. Ты знаешь. Ты выполняешь действие. Yes, I know him. Да, я знаю его. Я выполняю действие. I. Знаю его. Действие направлено на him. На его. Это мужчина. I can't remember. Я не помню. Я выполняю действие. His name – его имя. Имя, принадлежащее ему. She was very pleased because we invited her to stay with us at our house. Она была очень довольна, потому что мы пригласили её, чтобы остановиться в нашем доме. She was pleased. Она была довольна. She – она автор действия. Она испытывает ощущение удовольствия. Be pleased. Мы пригласили. We – это тоже именительная форма. Мы делаем действие. Мы приглашали её. Действие направлено на неё. Пригласили кого? Her. Используем данную форму. Не she, заметьте. А her. Остановиться с нами. Stay with us. Вот оно действие. Остановиться с нами. With us. Кстати, вот эта вот форма, вот эта, очень часто используется после предлогов, потому что предлоги помогают в английском языке выразить поддержные взаимоотношения в предложении. Вам может попасться связка предлог плюс какая-то из этих или из этих форм, но вам никогда не попадётся связка, предлог, а потом вот эта форма. Такого в английском языке быть не может. Вот, например, with us, с нами, да, поддержные отношения. Our house – наш дом. Наш, а у принадлежащий нам. После our идёт указание предмета. House. Where are the children? Have you seen them? Где дети? Ты их видел? You seen. You – автор действия. Твоё действие видел. Seen. Yes, they're playing with their friends in the park. Да, они играют с друзьями в парке. They are playing. Они выполняют действия. They. После этого идёт действие. С кем они играют? Со своими друзьями. With their friends. Вот эта вот категория местоимения. Their. Вот она, вот эта категория местоимений. Она даёт нам возможность переводить русское местоимение себя собой. Если, как здесь у нас, совпадает категория принадлежностей и авторства, то есть they, they're, видите, местоимения из одной категории, то слово they're мы будем уже переводить не их друзья, а свои друзья. Они играют со своими друзьями. They're playing with their friends. That's my pen. Can you give it to me, please? Это моя ручка. Ты можешь её мне, пожалуйста, дать? My pen. Моя ручка. Принадлежит мне. My. Can you give it to me? You. Ты автор действия. You can. Ты можешь. Can – это твоё действие. Действие you. Дать мне to me. Опять же идёт слово me в связке с предлогом. Is this your umbrella? No. It's yours. Это твой зонтик? Нет, он твой. Твой зонт. Your umbrella. Твой. Yours. Стоит само по себе, без указания других слов. Почему? Потому что мы не хотим здесь повторять слово umbrella, зонтик. Нам не нужно его два раза повторять. Мы его и не повторяем. Для этого мы должны использовать особую форму притяжательных местоимений, которая у нас шла вот здесь, в самой последней колонке. He didn't have an umbrella, so she gave him hers. Он. У него не было зонта, поэтому она дала ему свой. У него не было. По-русски мы говорим «у него не было». Англоговорящие люди не воспринимают эту фразу таким образом. Они говорят «он не имел», «он не владел зонтом». He didn't have. Есть he и есть его действие. Didn't have. Хотя по-русски мы можем сказать «у него не было». А чего не было? Кого не было? Это уже другой вопрос. В русском языке такое предложение «у него не было». Оно называется безличным. То есть у нас нет лица, который выполняет данное действие. В английском языке нет категории безличных предложений. У них всегда есть лицо, которое что-то делает. Но если такая ситуация случается, когда просто физически не может быть автора, как, например, светло, кто автор действия. Никто нам свет не даёт. Тут мы не говорим о каких-то метафизических состояниях. Никто не даёт свет. Светло. Всё, это безличное предложение. Даже в этом случае, друзья мои, в английском языке есть автор действия. Там появляется так называемое формальное подлежащее. И об этом мы ещё с вами будем говорить далее. Она дала. She gave. She. Она выполнила действие. Дала. Что она дала? Ему. Him. Him. Он на себе испытал действие. Ему дали. А что она ему дала? Свой. Hers. Я опять использую категорию «своё», «свой», потому что she и hers – это одна категория. Можно было бы переводить. У него не было зонта, поэтому она дала ему «её». Но это не по-русски. В русском мы используем слово «свой». У англичан нету специального слова для «свой». Они используют просто местоимения разные, каждый раз разные. She, hers. Где-то ещё было. They, theirs. И так далее. I'm going out with a friend of mine this evening. Я иду погулять со своим другом этим вечером. Ещё раз. I нам попалось. Ну, I, понятно, это одно из самых популярных английских слов. Как и все местоимения, они попадают в сотню самых-самых употребляемых английских слов. Стыдно их не знать, друзья мои. Я иду гулять со своим другом. Я здесь не говорю «my friend», я говорю «a friend of mine». Сначала указываю объект «a friend», а потом говорю «moy of mine». Необычная форма, которая редко может вам попасться в разговорном современном английском языке, но в письменном варианте она, в общем-то, существует и попадается с периодическим постоянством. Как говорить таким способом? То есть, my friend можно переиначить и сказать сначала a friend, потом предлог of, потом используем притяжательное местоимение mine, которое стоит само по себе. Ну, давайте ещё посмотрим на картинки. I can see him, but he can't see me. Я могу его видеть, а он не может видеть меня. Я выполняю действие I. Действие на него направлено. Him, он, he, выполняет действие. Can't see. Видеть, кого он не может меня. Me, I, me, him, he. Как всё поменялось. You give me your phone number and I'll give you mine. Вы дайте мне свой номер, а я вам дам мой. You, your. Вы свой. I, mine. Я, мой. Или я, свой. Здесь мы говорили о вот этой вот ситуации и вот этой, да, условии свой. Ну что, друзья мои, закругляемся. Если урок вам понравился, обязательно жмите кнопочку «Мне нравится». Скажите мне об этом. Мне приятно знать, что вам нравится моя работа и что она вам помогает выучить английский язык. Для этого я и пишу свои уроки. Также, если вам что-то непонятно, пишите свои комментарии. Если вам всё понятно и стало всё-всё-всё понятно, напишите мне об этом. Скажите «Елена Викторовна, спасибо, теперь понятно, много лет путалась в местоимениях, теперь всё знаю благодаря вам». Я буду очень рада и обязательно напишу вам свой маленький ответ. Меня зовут Елена Викторовна. Если вы со мной ещё не знакомы, значит, вы не подписаны на мой канал. Подписывайтесь, друзья мои. Учите английский со мной. У меня много-много интересных идей в перспективе, которые я реализую в своих уроках. Потому что я считаю, что в современном мире каждый человек должен знать английский язык. Нужно его учить. Причём надежды на учителей иногда бывает очень мало, потому что учителя не все хорошие. Но зато у вас есть интернет. Вы можете учить английский вместе со мной плюс самостоятельная работа. Итак, до встречи, друзья мои, в следующих уроках, которые обязательно скоро выйдут. Goodbye. But I can't remember his name. She was very pleased because we invited her to stay with us at our house. Where are the children? Have you seen them? Yes. They're playing with their friends in the park. That's my pen. Can you give it to me, please? Is this your umbrella? No, it's yours. He didn't have an umbrella, so she gave him hers. I'm meeting a friend of mine this evening. Bye-bye. 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 Продолжение следует...